МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Собственники при ремонте квартир сделали что? Они заузили диаметр трубы с 20 на 16 диаметр. Скорее всего лишь потому, считает директор управляйки, что не придали особого значения такой мелочи. Вызвали бригаду, та сменила коммуникации в квартире, вывела их в подвал, присоединила к общей системе и все дела. Меж тем разница диаметров труб всего в 4 миллиметра сразу же начала портить погоду во всем подъезде. За прошлый отопительный сезон в управляйку поступило немало жалоб на недостаточно горячие батареи по стояку. Именно по этой самой причине вмешиваться в работу коммуникаций без согласования с управляйкой и теплосбытом категорически нельзя. Если, предположим, это один собственник, а если еще 2, 3, 4 кто-то будет заниматься самодеятельностью, то в конечном результате все собственники дома будут страдать по тому или иному виду ресурса. Либо полотенцесушители будут не работать, либо не будет отопление работать надлежащим образом. В конечном результате пострадают все жители дома. На Пушкина 66 уже пострадали. Внутриквартирная температура в одном из подъездов дома стабильно на 3 градуса ниже нормы. Не самый страшный случай, но с ним можно и даже нужно обращаться к правоохранителям. Причем как к сотрудникам управляйки, так и самим пострадавшим собственникам. В данном случае обе стороны имеют право обратиться в полицию, то есть их сообщение будет зарегистрировано и по данному факту будет проведена проверка. Будут опрошены обе стороны и в соответствии по результатам проверки будет принято решение. Практически гарантированно оно перенесет разбирательство в суд. И уже служители Фемиды будут выяснять, насколько собственник в ходе ремонта отступил от проектной документации и почему. При самом благоприятном исходе его обяжут возместить ущерб управляйке и соседям. Но на это управляющая домом на Пушкина 66 компания даже не рассчитывает. В ходе долгих месяцев судебных слушаний коммунальщики добиваются лишь одного, чтобы собственник просто установил трубы в соответствии с проектной документацией. Суды – дело такое. Лучше в них не оказываться в принципе. Что конкретно по закону собственникам нельзя делать в своем же доме, уточним в памятке потребителю. Согласно 35 пункту 354 постановления правительства, потребитель не вправе использовать любые бытовые приборы, мощностью превышающие максимально допустимые нагрузки, рассчитанные для конкретного дома. Цифры должны быть обозначены в проектной и технической документации на здании. Самостоятельно сливать теплоносители с системы отопления. Демонтировать или отключать обогревающие элементы. А еще нельзя увеличивать поверхность нагрева приборов отопления, свыше параметров, уточненных все в тех же документах. Запрещается самовольно нарушать пломбы на приборах учета, демонтировать их и в целом вмешиваться в работу счетчиков. Нельзя совершать любые действия, в результате которых в помещении может установиться температура ниже 12 градусов Цельсия. А также подключать какое-либо оборудование к сетям дома в обход приборов учета и вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. Перехожу к вашим запросам. Как часто и в какой форме управляющие компании должны отчитываться перед жильцами? Интересуется Михаил Дмитриевский. Спрашивали? Отвечаем. Согласно пункту 11 ст. 162 ЖК РФ, управляющая компания должна отчитаться перед собственниками многоквартирного жилого дома в первом квартале года следующего за предыдущим, в котором должна отразить все свои действия по управлению многоквартирным домом. Данный отчет необходимо разместить на сайте управляющей компании и, если предусмотрено договором управления, то на доске объявлений. На этом пока все. Предложить тему для выпуска и пригласить съемочную группу к себе можно, позвонив по номеру 773-445. Будем рады позитивным предложениям. Эта управляйка, выходящая при поддержке компании «Амурский жилищный стандарт Благовещенск», подошла к концу. До свидания и коммунальных вам благ!